Приветствую вас, Сергей. Итак, вы пишите. Я постоянно ревную девушку ко всем знакомым, друзьям и даже к своему ребенку. Смотрите, ну, здесь у вас есть желание обладать человеком, да? То есть, условно говоря, вы свою девушку воспринимаете как предмет. Как предмет, как то, если вам принадлежит, да, как собственность, скажем так. Вот. Первый вопрос, который хочется, наверное, вам задать, это вопрос о том, почему вы считаете, что ваша девушка, например, и вы, например, достойны того, чтобы к вам, то есть, к ней и к вам относились, ну, вот так. То есть, ну, то есть, вы правда считаете, что и девушка, и вы заслуживаете такое отношение к себе. То есть, отношение вот как, ну, как к предмету, как к собственности и так далее. То есть, вот это, наверное, самый такой, ну, это, наверное, такой, самый основной вопрос, который вам, ну, можно задать. Потому что, да, вот, собственно, собственническая позиция, да, она же связана в общем и целом только с тем, что вы обесцениваете себя. Вы обесцениваете себя и вы обесцениваете, значит, свою девушку, вот. То есть, это вопрос, и вопрос именно про обесценивание, про обесценивание самого себя вас, да, и обесценивание, ну, девушки, вот. Дальше, значит, что касается ревности, то вы, очевидно, не уверены в себе, ну, вот, сами. То есть, вы не уверены в себе, вы, может быть, сомневаетесь в себе, да, может быть, вы боитесь одиночества, там, и прочее, прочее, прочее. То есть, вот, ну, если у вас такой страх, например, остаться одному. Плюс ко всему, мне думается, что вы склонны сравнивать себя и других людей, вот. И склонны вы сравнивать себя со всеми. Что, опять же, говорит о том, что вы не уверены. Вот, ревность не убирается, ревность, ну, условно раскрывается. Ревность, условно раскрывается, раскрывается через увеличивание собственной значимости через реализацию вашей собственной значимости. И уже после этого, после того, как вы будете чувствовать себя, более значимым, я полагаю, что ревность уйдет, вот. Естественно, это такой не быстрый процесс, вот, это такой крайне не быстрый процесс, к сожалению. Вот, но, тем не менее, эта ревность проистекает вот из этой истории из-за ощущения собственной незначимости, из-за ощущения собственной такой вот несостоятельности, да. То есть, без, ну, грубо говоря, без других людей, в частности, без своей девочки, вы чувствуете себя сколько-нибудь важным, вот, сколько-нибудь ценным и прочее. То есть, такая вот история, и с этим также нужно работать, да. Ну и, значит, соответственно, в ревности имеет место быть такое вот, скажем так, аддиктивно. Отношение к сексе, вот, то есть, акцентрировано, когда человек слишком много внимания придает. Секс слишком много внимания придает сексуальной близости и, впрочем. Вот. Со всеми этими вещами, со всеми этими моментами, можно работать. потому что, ну, сами по себе они не решат. Вот. И вы, конечно, правы, говоря о том, что, он дальше становится хуй. То есть, вот, вам хуй. Дальше будет, в первую очередь, вам. А вот, такой момент, я могу вам дать. Это вот, то, что я могу вам ответить. По крайней мере, на данный момент. Вот. И... если... у вас... есть... эм... такое желание, да, то... мы можем... поработать, мы можем... разобраться... эм... с трудностями... с трудностями... которые у вас... имеет место быть. Вот. И... вам станет... вам станет... легче. Вот. На этом все. Я надеюсь... что помог вам... что помог вам... если... понравился мой ответ... буду благодарен... за... его... оценку... в качестве... лучшего... я вам... желаю всего... самого... доброго... удачи... и надеюсь, что... ситуация разрешится. про три шифры.